Я с шокером хожу, я купила шокер. Ребенок у меня в школу, 6 класс. Я до сих пор провожаю ребенка и встречаю. Не могу устроиться на работу. У меня сыну 18 лет. Я сегодня пошла с дубиной, с шокером, провожала ребенка на остановку. 18 лет. В этом частном секторе живут не только люди, но и собаки. Свора агрессивных животных не дает спокойного существования местным жителям. Выйти в магазин страшно. У его входа поджидают голодные псы. Четвероногие уже давно ведут себя как хозяева. Не боятся даже палок, которые люди вынуждены носить с собой, чтобы как-то защититься. Однако данная мера спасает не всегда. В окрестностях нет ни одного жителя, который бы не пострадал от зубов диких собак. Я, получается, пошел гулять с сестрой и в телефон содрел. И неожиданно собака приезжала и укусила меня. Ты не махал рукой? Нет, я просто шел спокойно. И она набросилась. Но они спидаются. Обитают животные в заброшенных сараях рядом с детской площадкой. Здесь их уже более десятка. Правда, с каждым разом их становится все больше. Появляется потомство и регулярно. Тех, кто поспокойнее, удалось стерилизовать своими силами. К другим даже страшно подходить. Однако среди жителей встречаются и такие, кто непрочно кормит бездомных животных. Здравствуйте, а у вас тут собака? Нет, я не знаю, чья собака. А говорят, кто-то подкармливает их тут? Ну, вот, малинка подкармливает. Это вот, вот это вот, вот там. А вы не достучитесь. Как оказалось, жертвами собак стали не только люди, но и домашние животные. У одних бродячие псы задрали коз, у других кур. А теперь повадились грызть заборы. Наша администрация, наши ничего, правда, не хотят, ничего не делают. Абсолютно ничего не делают. А обращались в ветеринарки? Обращались, и в ветеринарки обращались, и на бабушки. В том году, по-моему, да, приезжали, мама? В том году приезжали, они отловили, отловили. Штук, наверное, семь, да, отловили. А теперь-то они опять наплодились. Глава железнодорожного района уверяет, проблема бродячих собак на улицах – одна из самых актуальных. Ежемесячно в адрес местной администрации приходят сотни жалоб на нежелательное соседство. Бороться с псами уже не успевают. Смотрите, если граждане нам информацию дают о собаках бездомных, тем более агрессивных, мы всю информацию направляем в СПБЖ, по станции по борьбе с болезнями животных. Это та организация, которая занимается отловом бездомных собак. Все, и если это письменное обращение, мы обязательно отвечаем в письменном виде. Если это устное обращение, мы в любом случае направляем эту информацию, ну, скажем так, для отлова этих собак. В числе пострадавших от бродячих псов также оказались жители улиц Анискевича и Ползунова. Как рассказал Алексей Пономарев, там уже ведутся отловы. По заверениям властей, в ближайшее время планируется определить в приюты и собак с ближайших окрестностей. Ника Новак, Николай Шенков, ЗАПТ-ТВ СПБЖ, ЗАПТ-ТВ